Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Речи Господи, аще кто хочет по мне идти, да отвержится себе, и возьмет крест свой, и последует ми. Иже баще хочет душу свою спасти, погубит ю, а ежеба погубит душу свою ми не ради, сей спасет ю. Чтобы пользует человек, приобрет мир весь, себе же погубив, или отщитив. Иже баще постыдится мене и моих словес, сегусын человеческий постыдится, игда придет во славе своей и отчий и святых ангел. Глаголю же вам воистину, сутнецы от здесь стоящих, иже не имут вкусите смерти, донди же видят Царствие Божие. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня вторник, 29 октября, и мы с вами продолжаем читать Евангелие от Луки. И читаем главу 9, то есть 23 по 27 стих. И сейчас давайте откроем русский перевод Новозавета, найдемте евангельские строки и послушаем, как они звучат. «Сказал Господь, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользует человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меняемых слов, того Сын человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие. Вот такие евангельские строки мы сегодня с вами слышим. Господь общается с учениками своими, общается наедине. Вчера мы слышали с вами то, как Спаситель спросил, за кого ученики почитают Его. Как они поняли Его слова, вообще Его явления, как они это оценили. Мы видим, что апостол Петр по вдохновению свыше исповедует Его Сыном Божиим, исповедует Его Богом, ставшим человеком. Это очень важно подчеркнуть. То есть здесь мы не говорим о какой-то символике, не говорим о каком-то сравнении, мы говорим о природах, о божественной и человеческой. Бог стал человеком. И вот дальше Господь говорит слова, которые и учеников касаются. Касаются каждого человека, кто желает быть с ним. Ведь апостолы должны будут идти в люди, говорить им о Христе, о спасении, о Царстве Божьем. Ну и, конечно же, наверное, всякий человек пожелал бы быть в этом Царстве Божьем. Всякий человек желал бы божественного достоинства, славы, блаженства вечного, райского наслаждения. Всё это вообще присуще человеку, искать всего этого. Этим объясняется постоянный поиск счастья каждым из нас. Ну вот каков путь, ведущий ко всему этому? Иудеи считали, что Мессия придёт и воцарится на земле, возвысит иудейский народ, наконец-то всё встанет на свои места, как они понимали, рассуждали. Закончится время каких-то проблем, скорбей. Всё будет совершенно по-другому. Начнётся такое благоденствие, золотой век. В общем-то, есть такое объяснение, почему Христа люди предали, почему у дворца Пилата не нашлось голоса в защиту Христа, хотя ведь, в общем-то, совсем недавно толпы людей встречали его, грядущего в Иерусалим. Почему так произошло? Люди обиделись, они разочаровались с Нём, они желали в Нём увидеть царя и не получили. Они хотели земного царства, а Он не дал им этого всего. И вот мы видим реакции людей. Раз так, то тогда ты нам и не нужен. Несмотря на то, что ты воскресил четверодневного Лазаря совсем недавно, что многих из нас ты исцелил, изгнал бесов, многих накормил чудесным образом и так далее. Ведь о всех чудесах, которые Господь на земле совершал, мы не знаем, сколько всего было. В Ангелии ведь написано, какая это лишь только часть, которую нам необходимо знать ради веры. Так вот, Господь сегодня нам открывает, что должно быть, чтобы быть вместе с Ним. «Если кто хочет идти за мной». Вот сразу вот в этой фразе мы видим очень важное слово «если кто хочет». То есть видим, что здесь спасение человеку предлагается, но не навязывается. Что человек, если ты желаешь, если есть, то у тебя свободная благая воля, непринуждённая. Ну что ж, тогда ты можешь идти. Что-нибудь смотрите, слово «идти за мной». То есть здесь подразляется некий путь. Это нам показывает на то, что мало веровать во Христа. Необходимо жить согласно его заповедям. Необходим постоянный труд, необходимо постоянное движение за Христом. А не просто встать на эту дорогу и успокоиться. Как делают, к сожалению, многие люди от незнания того, что нужно следовать дальше. Так вот, для того, чтобы идти за Христом, сначала нужно отвергнуться самого себя. Отказаться от самого себя. В какой-то степени предать самого себя. Но что в себе предать? Предать своё эго, своё самолюбие, свой эгоизм, всё то, что мешает мне за Христом идти. Всё то, что кричит мне, «Становись!» вокруг столько всего интересного, столько всего замечательного, столько интересных, ярких грехов вокруг. Может быть, этим стоит заняться? Зачем идти куда-то по этому пути заповедей Христовых? Наша самость, наша испорченность постоянно нам это твердит. И человеку, чтобы быть за Христом, надо уметь отказываться от самого себя. «Возьми крест свой и следуй за мною». Что значит взять крест свой? Значит, на смерть пойти, ни больше, ни меньше. Крест в ту эпоху бы означал одно. Это страшная смертная казнь, которую римляне использовали для устрашения, часто там мунтарей каких-то, разбойников, чтобы у других людей мысль даже не пошевелилась повторить вот это преступление. Смерть тяжёлая и физически, и морально. И то есть, когда Господь говорил апостолам, они понимали, о чём речь идёт. И вот Спаситель предлагает, что если хотите за мной, так вот, отвергни себя настолько, чтобы идти до самого конца, даже если будет смерть тебе угрожать. Вот что к нам обращено, вот что должно быть для нас с вами законом. И только после этого, после вот этого решительного переврота в своей жизни, в своей душе, ты можешь идти за Христом. Ни о каком совмещении жизни удобной, комфортной, часто сытой, да, довольной, и спасением совмещения быть не может. И каждый это понимает в той или иной степени. Потому что каждый, хотя бы даже начав путь за Господом, он с этим сталкивается. Что необходимо жертва, жертва в самом себе в первую очередь. Дальше Господь говорит, если кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Но вообще в Священном Писании со словом «душа» связано несколько смыслов понимания. Душа — это может быть то, что является личностью человека. Душой также называется то, что оживотворяет тело и дает силы ему жить. Это в этом плане мы в Священном Писании видим, что и животные являются душами. Хотя опять же мы с вами знаем и верим, мы понимаем, что животные, они же не идентичны человеку. Человек — богоподобное существо. А животные созданы для служения человеку. И так же под душой вообще подразляется жизнь человека. Все то дорогое, все то, к чему лежит сердце наше, то, что мы любим. Правда же бывает, обращаясь к любимому человеку, мы говорим «душа моя». Тем самым показывая, что ты настолько мне дорог, настолько мне близок. Но здесь Господь говорит, что кто хочет жизнь свою сохранить в какой-то такой земной благости, в земном комфорте, в земной радости, в земной беспроблемности, так и знает, тот потеряет ее. Потеряет в каком смысле? Ну, и в прямом, в переносном. В прямом, что все со смертью закончится. А что будет потом? А ведь часто человек ради вот этой земной жизни, он и от Бога отказывается. Вот и об этом нам Господь сегодня говорит. То есть видим, что в этом обращении есть и обещания, и угрозы. С одной стороны обещания, что ты будешь со Христом, если пойдешь за ним. С другой стороны угрозы, если ты будешь поступать таким образом. Что, да кто хочет свою жизнь вот так вот сберечь в комфорте, да кто-то знает, может все потерять и не найти. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. То есть получается, кто ради меня отказывается от чего-то, тот, несомненно, во много раз больше и получит. Слова Божьи не приложены. Дальше объяснение ему. Действительно, какая польза человеку весь мир себе приобрести, а саму себя погубить, да, или повредить себе. Но жизнь-то ведь дороже. То есть ты ведь сам для себя дороже. Давайте назвать здесь вещи своими, именами. Если ты сейчас прожил там в роскоши и в Неге, эти там лет 70, 60, 80 своей жизни, а потом в ад навечить на муке, подумай, стоит ли оно того. Кто бы согласился на такое земное благоденствие, если потом такова цена. Наверное, никто. И это логично. К сожалению, об этом часто забываем. Кто постыдится меняемых слов, того сын человеческий постыдится. А вот тоже угроза и обещание. А почему люди порой стыдятся Христа? Потому что христианство не увязывается с их обычным представлением о жизни. Человеку неудобно быть христианином. Оно ему мешает. Христианство, вера мешает. И порой он готов забыть, готов переодеться буквально во что-то другое. И действительно тогда появляется какой-то волк во вечешкуре или как-то наоборот. Так вот, смотрите, каков итог много. Ты постыдился, и Господь тебе постыдится, когда придет. Слави свои отца своего. Здесь тоже видим указание на равенство сына с отцом. Ну, слава святых ангелов, это чтобы для нас людей было понятно. Здесь говорится о святости Христа, потому что ангелы святы. Говорю же вам истинно. И с некоторыми стоящих здесь, которые не вкусят смерть, и как же увидят царство Божие. Но вот это место остается утолкуя так, что Царством Божиим здесь Господь называет церковь в развитии своем, то распространение слова евангельского по миру. Такое вот яркое действие благодати Божией в мире. Такое вот откровение Бога само себе через церковь свою. И действительно ученики, апостолы, да многие из них видели своими глазами, как все это происходит. Вот такой Евангелий сегодня мы с вами прочли, братья и сестры, читали мы Евангелие от Луки. И главу 9, с 23 по 27 стих. А всем нам напоминаю необходимости чтения Священного Писания ежедневных, типа по одной или по две главы. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!